Кто сегодня вялый туфяк? Я сегодня вялый туфяк. Здравствуй, зрители. Сегодня дождь и снег. Я вообще вчера вечером добиваю персик. Вообще, ну ваша мама, чего-то там, чего-то там. Когда-нибудь дарили, знется. Третья глава. От того же автора, что писала «Снегопад», не помню ее имя. Вообще не помню. Вот у меня что-то лалака в голове крутится. Но, по-моему, это, возможно, вообще другой автор. Возможно, и тот самый. Короче говоря, добиваю вчера «Снегопад». В смысле, это ты, ну ваша мама. Думаю, утром встану, съезжу до центра, до парочки магазинов, то-сё. И вообще еле вообще такая вялая, сонная. Я даже в себя еду сегодня вдалпливала, втаскивала, заставила саму себя поесть, короче говоря. Но так как я последнюю, ну не знаю, не то чтобы неделю, но может быть, да, наверное, неделю. Вот с того ролика от 13 марта, значит, уже получится больше недели. Хаваю каждый день пюрешки. Иногда по 2-3 раза в день. Ну, другую еду я тоже ем. Сегодня я, правда, ещё не хавала пюрешку. Вот сейчас собираюсь в салатик сделать, там мне морковку одну, две штуки пожертвовали. Задарили мне две штуки морковки, я хочу её почистить. Раздалбать её в этой мясорубке, ну, в смысле тёрки своей, лепестрической. И с чесночком и со сметанкой зафигачить. Сметанка у меня появилась вчера, я её покупала, делала по рецепту с потолка. На самом деле, у меня подруга давно ещё говорила, я тут пицца на сковороде. Но что-то меня как-то смущает этот майонез в составе. Думаю, может, у меня ещё тесто такое очень толстое получилось. Я думаю, что надо, наверное, всё-таки может как-то на сметане это делать или вообще как-то по-другому поэкспериментировать. Ну, пицца, в принципе, нормально. Вышла, я захамечила. Я к тому, что я не только пюрешки ем. В общем, я всё-таки доперлась до магазина. Вообще, мне надо было купить гель для душа человеку, так как внезапно мы с ней всё-таки решили обменяться с её инициативой. Подарками на уже прошедшую 8 марта, когда она ко мне придёт. Гель для душа не буду показывать, потому что ну, как бы подарок. Ну, просто обычный гель для душа. И вот на чё взгляд пал, долго выбирала. И ещё мне пятёрка сказала, что они мне закинули там 300 баллов, ну, 30 рублей, короче, на карту. Вот думаю, надо это. Может, там мангу увижу и куплю. Ну, манги я там не увидела. Вообще нигде чё-то я манги не видела. Ну, и, в принципе, манга так специфически на мой организм влияет. В итоге я зашла туда ещё, куда мне надо было. Но большого корма кошачьего я там не нашла, только собачий. Я купила 3 разных пакета, но 2 одинаковых. И вот АРУ у них состав, кстати, намного лучше, чем вот у этого Китти Котовискоса и каждого дня. Но, конечно, другие будут попить, что надо, гурме. Я ему покупала, он жрать не стал. Ещё чего-нибудь. И я как-то, ещё до того, как у меня появился этот кот, но уже не было той кошки. Я что-то лазала по интернету, читала про какой-то супер корм. Супер натуральный для кошек, значит, где сваренный рис, свежесваренный рис и какое-то мясико. Я думаю, блин, если свежесваренный рис и какое-то мясико в какой-то там термоупаковке или типа того продаётся за охрененные деньги, почему нельзя тот же самый просто сварить рис с этим мясиком и дать коту вот дома? Это другая тема, это отдельный ролик, надо говорить, потому что это долго, нутерно, мудно и для некоторых попобольно. Короче, сейчас я обозрю, что я купила. Вообще, я туда ехала чисто за кормом гляну, тортик углического производства, птичье молоко и, возможно, вдруг какой-нибудь фрукт. Но тот, который искала, не было, которые были, мне они и так есть. В итоге я купила, прям как у меня ролик был, я купила, вот так вот. Они по 38-400 грамм. Кстати, они сейчас дешевле выходят, чем в Ашане покупают. Их же каждодневные эти 400 грамм. На какие-то, думаю, может рубль, 20 или типа того. В общем, что тут у нас? Злаки и продукты, их переработки, мясо и мясные субпродукты, курица, животные, жиры и растительные масла, кормовые добавки, витамины и минералы, антиоксиданты. Ну и тут ещё мелко, там всякие витамины, минералы, я уже читать это не буду, мне тупо лень. Хотите, загуглите АРУ. Они вообще, это, не ли АРУ. Хорошая такая фирма, они что только не делают. Кофе в зернах делают, кофе молотый делают, оказывается, вот видела у них. Но у меня есть сейчас этот молотый в растворимом, и немножко в зернах ещё АРУ осталось, а с незапамятных времён. Бумагу для принтеров делают, отличную, кстати, намного лучше, чем Снегурочка. У меня когда-то был принтер. Потом этот, чё ещё, ватные диски делаю, те, я их даже обозревала, как в пустых баночках. Да, пустые баночки. Я помню, что в феврале у меня не случилось, я обещала, что февраль – начало марта, или февраль – середина марта, но я постараюсь на днях взять себе за жабры и написать уже февраль-март, эти пустые баночки там их. Вот уже даже то, что хотело закончиться, ну как я плодировала, что оно закончится, думаю, оно уже практически закончилось. Уже то, что могло бы закончиться, уже закончилось, или заканчивается, а всё остальное уже не закончится в этом месяце. Короче говоря, в общем, вот, 38 рублей, сделано 20 декабря прошлого года. Где оно вообще? Сколько живёт? Ой, где-то вообще было написано, что он год уже… А нет, оно 18 месяцев живёт. В общем, вот оно у нас тут, сухой корм для кошек с курицей. Я такой ни разу ей не покупала, в смысле, ему… Хотя он у меня сегодня так орал, я тут была в гостях, ездила за молоком, точнее, ходила пешком за молоком туда и обратно в пригород, куда я обычно на велике езжу. Не те 10 километров туда и обратно, а чуть ближний пригород. Ну и там кошка была как раз, хотела кота, но она не кастрированная, и капли капают, но капли ей не купили. И вот мне сказали родственники, что у них в деревне, там у соседей есть кот кастрированный, типа моего, но периодически он тоже так орёт, как кошка, хотя кастрированный. Ну вот этот примерно так же орал вообще сегодня. Практически она, оно, он, они. Мне что-то так показалось, что это банановые такие, листочки, бананчики такие. У меня тут страдание было, вчера, значит, я купила бананов, сразу 6 штук, это про запас. Они что-то по 75 стали, были 62. Позавчера их не было, у меня такой стресс был, нету бананов, а я делаю эти, значит, пюрешки, по большей части в составе бананов. В общем, очень хорошая такая пюрешка, я даже мороженку с ней делала, не знаю ещё. Вроде выкладывала в кукпет, или оно в черновиках, или ещё не успела. Может, даже в Инстаграм не выкладывала, может быть, да. Короче, а я, по-моему, это заснимала на ролик мелкий. Ну вот то, киви, яблоко, груша, банан и манго. И вот то же самое, только без манго. Или там вишня и банан, и, кстати, вот замороженная вишня обычная, 300 грамм ночью, тут пара бананов, схреначиваете. Сначала, ну, так, мисочку слопаешь, и мисочка осталась у меня в холодильнике, 18 часов просто, она таким железом стала вообще. Вот чисто такой мармеладик без сахара, вишня и банан. Ловите, люди, совет такой. Для тех, кто худеет, не жрет сахар или типа того. Ну и все пирожки, конечно, у меня без сахара. А чисто я их ем, чтобы у меня ногти в порядок пришли, помимо там увлажнения их воском и кальция, которые я про сегодня забыла. И они у меня, кстати, вот, ну, если долго мучатся, что-нибудь получится. Вчера была в гостях по делу, меня похвалили мои ноготочки. Не практически, вот, ну, парочка там совсем чуть-чуть, вот, отслоился кусочек, отломился, но по сравнению с тем, что было, это уже прогресс конкретный. В вишне есть витамина, который полезен до ногтей. В манго есть что-то всего дофига. В груши, кажется, есть калий, ну, где-то там кальций еще в каком-то есть. Короче, вот эти все фрукты, вот, груши, яблоки, бананы, киви, ну, и можно еще манго или вишенка. И я тут еще делала черную смородину, короче, тоже 300 грамм покупала. Магнитик, что-то она была по скидке, 64 рубля за 300 грамм пакетик, ягодки такие конкретно, у меня есть черная смородина, но она с сахаром протерта, в общем, черная смородина 300 грамм, два яблока и киви. Провернула вообще витаминный коктейль, витамин С из ушей полезет. Вот, много не съешь. Я заметила еще и пюре, это само фруктовое, много не съешь. Я думала, фюре фруктовое, сейчас охаваю, так, я только съел чуть-чуть. Наелся и надолго хватает вообще как-то. В отличие от того, чтобы я съела просто фрукт, сам по себе, тот же самый, один из них, мне бы там, ну, через час бы я захотела, иногда даже через полчаса, а может быть, совсем бы сразу жрать, жрать, жрать. Вот, пюре такого нету. Короче, вот, делала 4 груши и яблоко, и потом добавляла туда несколько ложечек чайных этого самого той бурди, которая сейчас в холодильнике стоит с черной смородиной, в общем, как растворяла водой, ну, просто разливала, как этот морсик делать, я думаю, что это можно лопать, как чисто витамины, не покупать там в аптеке что-то с Е666, потому что там помимо витаминов еще какой-то хрени добавлено, а вот это вот так вот, самим своя, типа, в холодильнике оно стоит вполне нормально, вот, надо сегодня, сейчас салатик своя, еще там пюрешка одно и похавать, смешать, этот, или просто ложечку с чаем, дерябную, кстати, с кофе, хорошо, кофе с молоком, кофе вообще сладкий, крайне редко пью, вот, кофе с молоком, с кое-зим, или просто с молоком, и вот с этим, с каким-нибудь пюрешкой, в общем, вот такой корм, я что-то на 500 с чем-то накупилась, вот еще корм, корм сухой, для кошек говядина, он у нас, у меня в смысле, лопает этот корм, который большой, но я решила, что в этот раз ему не скидывать всю мисочку, потому что он, у него, если мисочка, эта баночка закрыта, то он ее открывает, хотя у него лапки, по идее, да, идти за ней, передние, он, я не знаю, как он открывает эту крышечку и захалывает там все, и такое, не то, чтобы упитанный, он может раздавить кого-нибудь, вот тут этот корм, где-то 14 декабря сделан, тут, кстати, 20, тот же 38 лупий, и еще такой же корм, в общем, три пакета я купила корму, я купила, я купила, купила себе, хотела поменьше пакетик, но это был самый маленький, в принципе, печенье тоже должно быть дома, я давно уже не покупаю юбилейное, или вообще какое-либо печенье, тут как-то поперлась, потому что родственники сказали, что вот в таком-то магазине продается такая-то фигня, и вот ты прям обязана купить, если не купишь, что все, жизнь прозрацла, зря, и я хоть и уставшая была, как раз в день, когда я до пригорода пешкодралом шастала за молоком, и в инстаграме есть фотки, и, короче говоря, я пошла все-таки, доварила суп, что-то там доделала, поползла до этого магазина, купила эту фиговину, и увидела там пироженки, в этот раз были свежие, ну или типа того, я уже зарекалась у них пироженки покупать, потому что ну как-то все-таки, когда сам делаешь знаешь из чего, когда даже состав прочитаешь, иногда так изжога замучивает, еще ее не убивает, и я, короче, купила что-то там два кексика, и два каких-то колечка с творожком, а тут подумала, что я все давно, уже месяц, наверное, собираюсь повторить, сделать по рецепту с пачки со овсяной мукой, это овсяное печенье, которое родственники даже еле им понравилось, и моей подруге тоже, а другая не рискнула, но она вообще какая-то странная, я сама странная, но есть люди, которые странные более чем странные, короче, я увидела этот крекер, мини-крекер же, оно это, кстати, в Афанасии на Ростовской, 182 рубля килограмм, тут у нас 322 грамма, в комментах кто-то, я забыла, кто он написал, какой-то человек, женского пола кто-то писал, привет женского пола, прости, что забыла, как тебя звать, что это важно, и граммы, и копейки, 56, 58 рублей 60 копеек, вот эти 322 грамма стоят, тут у нас еще раз крекер, ржаной, он по-моему, то ли с семенами льна, то ли с семенами кунжута, хрен знает кунжут, наверное, я там один попробовала, вот так разломила, он вроде как ломается, да, ломается, в общем, попробую сегодня с чаем, может быть с кофе, я планировала сегодня одну главу перевести, но так как в принципе вряд ли человек редакцию минуту сделает, и если бы было вот как раньше, то сделали бы всю минуту редакт, да, была бы то я там, и тут же затайпили там немного, ну, может, страниц 25-27, но что-то я такая вообще вялая, тормозная, что я боюсь, что я там буду переводить, за липуха ставлю столько, сколько гуголь-переводчик бы не сделал, ну, чисто там очепяток каких-то, поэтому я сегодня как-то вообще состояние смотреть аниме, не шевелиться, но надо как-то кушать, вообще, я сегодня планировала убраться, ну, видимо, убираться я буду уже завтра, у меня там на кухне такой слегка срач, я купила себе литр, первый раз вообще увидела этого, Фанасия, кстати, на Ростовской, еще раз говорю, пет мол, выбор профессионалов, сливки для супа и соуса 22%, 1 килограмм, в составе тут сливки нормализованные, вот 33%, а там уже сливки с какой-то хренью, а вот 22% сливки нормализованные, 235 рублей по вону стоит, вообще, у меня где-то чек есть, я, блин, они холодные, это мама их, у меня немножко еще осталось сливок, которые, домик деревни, я там покупала, мороженку ваяла, какие-то чеки, это вчерашний чек, а что он тут лежит, так, сейчас скажу, что он тут, почему, да, нет, это не то, да, 235 рублей сливки, я чисто их покупаю, ну, может быть, сделаю какой-нибудь соус, может быть, действительно сделаю там, что-нибудь типа суп-пюре, какой-нибудь с этими сливками, но вообще, я планирую тупо в кофе добавлять, потому что, вот сегодня было привоз молока, ну, опять от этих фермеров, но я уже недели три, что-то не покупаю, тогда я что-то помирала в очередной раз, тут, значит, у меня молоко было, потом что-то молоко не закончилось, потом я, оно стало, простой квашей, я про нее забыла, она откинула копыта, только кот ее осилил, точнее, только кот ее и хотел осилить, я осилил, и в итоге у меня тут еще козье молоко, ну, и как-то вот без молока, я сейчас молока не особо как-то потребляю, а кофе разбавляю, вот тут сливки специально покупала, вот эти купила тоже, они у нас могут дожить до 27 апреля, даже после вскрытия, только если будут в холодильнике, тут даже вот растопите масло в сотейнике, значит, что такое сотейник, я загуглищу никак не врублюсь, оно, наверное, как-то что-то такое, что я знаю, что у меня есть, но я никогда не знала, что оно так называется, потом добавьте ложку муки, и жарьте до золотистого оттенка, постоянно помешивая, потом добавьте сливок, продолжая мешать, а потом, значит, это кипятите 3 минуты, и чего-то там, ну, и тут что-то можно добавить, это вот, видимо, для крем-супа, чего-то такое, но у меня они пока для кофе, предположительно будут, не поверите, хочется зевнуть, ну, не так сильно, видимо, хочется, раз еще не зевнула, увидела, вообще у меня еще лежит полтора полста этого мармелада, мармеладной сказки, не пошел он у меня снова, вообще не пошел, вот те сердечки с малинкой, да, вроде как, тот джем грушевый, тоже нормальный, обычный джем, не мармелад, тупо джем, те мармеладки розочками, один в один мармелад на развес акварель, или что-то в этом роде, ну, как-то тоже не пошел, и вот у меня там осталась одна мармеладка, это розочка, и полтора вот этого пласта, а я вот эти я люблю, мини-дольки мармелад, это апельсиновые лимонные, 190 рублей килограмм, 60 рублей, 80 копеек, 320 грамм, люди, не знаете, чем порадовать, Лелю, дольки мармеладные мини, апельсин и лимон, вот ваш ответ, ну, мало ли кто решит, так, и то, что я не знаю, хотелось бы сказать, что, наверное, все любят, или, наверное, многие любят, клюква в сахаре, на развес, 285 рублей килограмм, 360 грамм, 102 рубля, 60 копеек, клюква в сахаре, я тут одну даже, когда брала пакетик, так это, крепкая, я смотрю, одна крепкая, на другой надавила, и она лопнула, сейчас еще одну потрогала, и она тоже готова уже лопнуть, мягкая, короче, не знаешь ты, зритель, что Леля сделать в подарок, клюква в сахаре, маму, ее бабушку, и деда, короче, клюква в сахаре тоже, котируется всегда, практически круглосуточно, ну, в смысле, я ее редко покупаю, потому что редко вижу, как-то я стабильно про нее забываю, в детстве у меня было три каких-то вещи, которые мне очень нравятся, продукты, вот прям всегда, без разницы, что это выглядит, вот сейчас постараюсь помнить, и какие-то, которые побочные, там, значит, бараны, вафельки, прянички, бараночки, а печенье уже так, ну, вот вафельки, прянички, бараночки, ну, и печенье где-то там фоном, в общем, вот такой у меня обзор, я тут брала с собой пакет, магнитный, в смысле, озоновский, он у меня там, в закромах родины стоя лежит, и еще одну сумочку мне тут презентовали, такую, типа как от Кукпеда, и Фрашевские такие еще были, или парочка там, конфуция маленькие такие, ягодки пятерковые, или еще что-то такое, короче, как мне Вика подарила с кошками, а тут такая же самопальная, ну, в смысле, ручная работа, но она изнутри еще какой-то фигней такой проделана, прошита, что если снаружи будет мочиться, то нифига ничего внутри не промокнет, ну, тоже вот, только сильно ее, как мне сказали, не набивать, потому что ручки могут не выдержать, у меня подобная была сама, тоже ручной работы сшита, там еще отдел был под сотовый телефон кирпичиком, давно уже, она, по-моему, не пережила переезда, еще до переезда откинула ласты, в общем, вот такой обзор, всем спасибо за просмотр, палец кверху поставьте, можете книзу поставить, потому что это какая-то движуха на канале, а то тут люди вылезут, что надо, значит, это в стриме мне вопрошали, что буду ли я делать, еще музыкальные доставки не буду, я, значит, думаю, ну, раз люди хотят, значит, у них какое-то движение есть, сделала вроде, типа, как опрос, какие-то там вопросы наводящие, задала, ну, типа, спросила, что бы вам лучше хотелось из всего, что у меня есть, и люди молчат, один только не подписчик, прискакал, что-то там выдавал, знаете, люблю таких людей, которые тебя обосрустывают на голову, а потом скажут, ну, знаешь, на самом деле, я там тебе комплимент пытался сделать, не подписчик, если ты понял, что о тебе, не пиши в комменты, а то ты их потом удаляешь, или пиши, но не удаляй комменты, в общем, всем пока,